Дорогие машины, недвижимость, отдых за границей по несколько раз в год. На эти цели, по версии следствия, преступники потратили сотни миллионов. Наркокартель торговал героином почти полтора года и был одним из крупнейших в городе. Его членов задержали в марте прошлого года. Вот он, вот он, все. Верно! Руки застану! Да! Отравляя жизни сотням человек, эти люди сами наркотики не употребляли. Сами владельцы бизнесов, кавычков, назовем это так, все вели здоровый образ жизни, были спортсменами и свои наркотические средства не употребляли. Они постоянно увеличивали не только свою клиентскую базу, но и людей, которые занимались закладками, обещая им заработную плату в размере от 12 до 16 тысяч рублей в день. За все время наблюдения за бандой наркополицейские задержали более 20 рядовых сбытчиков героина. В день они продавали по полкилограмма, за что некоторые из них уже отправились за решетку. Сами организаторы наркобизнеса суда только дожидаются. Им грозят длительные тюремные сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы. Ко всем обвинениям теперь прибавится и легализация денег, добытых преступным путем. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События.